Маргарита Ордо, Как до жирафа 2. Сафари на невесту. Глава первая. — Катя, ну, Катя, ты же ходячая катастрофа! — выдохнул старший закупщик Сергей с чудовищным восхищением, глядя на меня и на оторванную дверцу холодильника на полу нашей корпоративной кухни. — Грохот и звон еще стоял в моих ушах, на руках кожа вздыбилась мурашками. Большинство сотрудников жирафа, подтянувшихся по обыкновению за сливками, кофе, лимончиком и плюшками, без которых с утра не выжить нормальному человеку в офисе, стояли рядом и оторопело смотрели на растекающееся по полу молоко, осколки и прочее безобразие. — Лица коллег были вытянуты, глаза круглые. — Но почему последний день перед отпуском должен был начаться именно так? — Я приберу, — пробормотала я, покрываясь холодом от смущения и продолжая сжимать ручку от дверцы в своей руке. Не холодильник, а пластиковый конструктор какой-то. Я только открыть хотела. Кто так строит? — Где все? — раздался позади недобрый утренний рык. В кухню заглянул Андрей Викторович. Наш начальник, тиран, сын тирана, мой Андрюша. Как всегда, самый красивый на свете, с тортом в руках, в костюме от Хьюго Босс, с ярко-голубыми глазами, идеальным носом, модной стрижкой на каштановых волосах и с пластырем на чисто выбритой щеке. — Нет, это не я его так, честно. Шеф зыркнул напоследствии моего заглядывания в холодильник, подумал тоже, что и Сергей, плюхнул огромный торт на стол и рявкнул начальственно. — Нечего тут устраивать демонстрацию, вы на работу пришли, а не в цирк. Варя вызови уборщицу, а не Сергей Максим ко мне в кабинет. — Развернулся и пошел чеканными шагами к лестнице, добавив на ходу, — Кофе потом попьете. Все посмотрели на меня, как на врага народа. Кофе. Утром. Понедельник. Потом. Их мир никогда не станет прежним. Первая отрыбь прошла, народ зашевелился, я, наконец, разжала пальцы и рассталась с ручкой от дверцы. — Как ты с ним живешь? — спросила ассистентка отдела Варя с фиолетовыми волосами и кольцом в носу. — Царевич и дом и так орет? — поинтересовался Сергей. — Надеюсь, руки не распускает, жалко тебя, — буркнула Марина из бухгалтерии. — В Англии манером его не научили, значит, уже никто не научит. Вон даже торт принес и бросил, как с собаком, честное слово. — Я теперь даже пробовать не буду, — кивнул Сергей. — Угу, тем более без кофе, — вставила Анжела. — На самом деле он хороший, — подала голос я, растерянная и одинокая в своем непопулярном мнении. — Торт или царевич? — уточнила Лариса из кадров. — Оба. Я подняла с пола крупные осколки от бутылки из-под молока и додумала. Просто день не задался, не только сегодня. Знали бы они, что вчера было, ой, что было, мне до сих пор слегка дурно. — А я б добровольно не вышла замуж за такого вампира, — сказала кому-то Люся, удаляясь по холлу open space. На что только не пойдешь ради ипотеки, — раздалось уже из коридора ей в ответ, — она вид казалась приличной. И зачем мне только Бог послал абсолютный слух? Хотелось крикнуть на весь офис, — люблю я его, просто люблю. Не поймут. И с этими людьми я провела пять лет моей жизни. Я надулась на лужу с молоком, как мышь на томогочи. С той минуты, когда все узнали, что я выхожу замуж за Андрея Викторовича, отношение большей части коллег ко мне изменилось, так как если бы Штирлиц признался компартии, что Мюллер душка, и что с ним уютно играть в шашки в свободное от гестапо время. Дома Андрюша и правда милый, а на работе он мне жизнь не упрощал. Вот что ему стоило сказать всем? Угощайтесь, дорогие коллеги, это от нас с Катей, это же так просто. И улыбнуться. У него ведь такая улыбка красивая. Но уже утром Андрюша мне заявил, что не любит делиться едой. Можно подумать, сникерсов в детстве не доел. Мы немного повздорили, я собралась идти пешком, сама забирать огромную коробку из кондитерской. Он дернулся и порезался бритвой. Пришлось заклеить пластырем и смиренно ждать. Его бурчание я простила, тем более, что как-то все в последние дни не складывалось. Может, я и в самом деле ходячая катастрофа. Чашку его любимую разбила, наступив на кухню на детальку от Лего. Рубашку дорогущую утюгом прожарила. В ЗАГС нормально сходить и то не удалось. А вчера мы нанесли визит его папе, владельцу торговой сети «Жираф», Виктору Геннадьевичу Гринальди. Как вспомню о нем, так снова шевелятся волосы на затылке. Недаром у меня перед гостями подсознательно болел живот, рука тянулась за градусником и медицинским справочником, чтобы достоверно симулировать малярию или коклюш. Хотелось как-нибудь не больно попасть под машину или оказаться слегка арестованной, лишь бы избежать неизбежного. Но назвался невестой, полезая в кузов рендровера. Готовилась я долго, как на бал. Я красилась, периодически стирая губную помаду, солбаю щечек Машеньки. Это Андрюшина трехлетняя кудрявая чудо, немного похожая на меня. Я делала укладку, выплетая тут же за Машей из собственных кудрей ленточки, бусинки и непонятно откуда взявшийся пластилин. Наглаживала оборки нового шелкового малинового платья, понимая, что надо было купить такое же детское, потому что Маша крутилась рядом и требовала тоже быть принцессой. Еле уговорила ее надеть свое розовое с пышной юбкой и бабочками на поиске. Она согласилась выйти из дома только с короной. Тут же уронила ее, наступила и сломала, пришлось соорудить диадему из собственных бус, и мы поехали. В роскошных апартаментах нас встретила потрясающе красивая мачеха Андрея Надя. Ее прекрасно одетые мальчики лет 11 целых 5 минут вели себя прилично, а Виктор Геннадьевич где-то четверть часа улыбался. Машеньки, при взгляде на меня он отчего-то очень быстро становился суровым. Я уже начала думать, что у моего будущего свекра аллергия на малиновый цвет, или что у меня на носу вырос отвратительный прыщик. Андрей шутил и вел себя естественно. Надя расспрашивала меня о жизни, погоде и предстоящей поездке в Грузию, а Виктор Геннадьевич был подозрительно молчалив. Жюльен, лазаньи и киш с лососем в рот не лезли, очень хотелось спрятаться под стол. Все-таки что ни говори, а есть в каждой шоколадке прогорклый орех и лишние калории. Выходишь замуж за красивого, богатого, умного мужчину и забываешь, что у него есть еще более богатый, умный отец, владелец фирмы, в которой вы работаете, старший в пищевой цепочке. Бррр! Кажется, выбор Андрюши Виктору Геннадьевичу не нравился, хотя первые дни он не бурчал, даже пару раз улыбнулся по-доброму, а потом вдруг помрачнел и пригласил нас на семейный ужин. — Вы заявление так и не подали? — спросил он, отложив вилку и вытерев белоснежной салфеткой рот. — Подали? — улыбнулся Андрей. Но не в районный ЗАГС, там канализация прорвала, было закрыто, в том, что по соседству подложили бомбу, телефонный терроризм. — Так в какой же? Виктор Геннадьевич уставился на меня. — В центральной, — робко ответила я. — Только придется ждать три месяца, очень большая очередь, на сентябрь удалось записаться. — Это хорошо, — буркнул Виктор Геннадьевич. — Вообще лучше было в сентябре и подавать, торопиться со свадьбой не надо, кота завести и то, все взвесить, обдумать, а тут... Андрей хмыкнул. — Пап, речь не о коте. — Вот именно. Старший жираф зыркнул на сына, на меня. — Один раз ты уже поспешил. Я уткнулась глазами в улитку в бургундском соусе. Неужели опять вспомнит неудачный Андрюшин брак? — Пап, не начинай, — отрезал мой царевич. — А кто тебе скажет правду? — с нарастающим громом в голосе ответил отец. — Вы с Катериной знакомы сколько? Три месяца и две недели? Разве это срок для принятия решения? Иногда из-за десятилетия человека не понять или приходится мучиться всю жизнь. Так ты хочешь, чтобы мы лет восемьдесят присматривались друг к другу и в доме престарелых расписались наконец? — Или тоже рано? — Точно. Лучше на смертном Андрея, и только смерть разлучит нас. Опа, бац, я умер, вот и не помучился. Ура! — заявил Андрей. — Не поясничай. Не командуй, я сам решу. Это ты назло мне. Мир — это не только ты и твой жираф. — Вот! Нож и вилка со страшным звоном упали на тарелку Виктора Геннадьевича. — Я так и знал, что ты ни во что не ставишь семейное дело. Наследник ты мой. — У тебя еще двое есть, — поджал губы Андрей. Как специально пара взъерошенных наследничков вбежала в мраморную столовую с диким ором, стреляясь друг в друга индейскими стрелами на присосках. Одна угодила Виктору Геннадьевичу на тарелку. Тут же вбежала Маша с мечом, близнецы бросились от нее. Вопящая детская толпа пробежала по дивану и скрылась с подаркой в гостиной. Рановато им о наследстве думать, да. Хотя Виктор Геннадьевич еще не старый. Как на залысины волосы пересадил, так вообще молодым стал выглядеть. Почти. Он поднял стрелу с отвращением, сморщился и передал спокойный кактан к Наде. Воцарилась пауза. — Ты должен понимать свою меру ответственности, — наконец выговорил отец. А ты, вместо того, чтобы лететь на переговоры в Китай, собрался ехать с Катериной в Грузию. — Познакомиться с ее семьей тоже надо, — буркнул Андрей. — Сначала дело. А жизнь потом? И они снова завелись. Я ужасно боюсь конфликтов. Не выношу таких неловких ситуаций. Я человек интеллигентный. Сколько лет сидела в тихом углу и вот попала. Я слушала их яростную перепалку, ковыряя пальцем край скатерти и боялась поднять глаза. Наследство, продажи, переговоры, бюджет, налоги, прибыли, развитие компании. И всему этому, кажется, мешала наша свадьба. Чем? Я же человек скромный и спокойный. Мышь не задавлю и паучка не обижу. Тем более Андрюшу. На языке вертелось, что я не собираюсь мучить и угнетать. Я вообще люблю его. Но встревать в битву двух тираннозавров я не решалась. И, дыша через раз, очень завидовала влезший под диван в гостиной Маше. Отсюда мне были видны ее пяточки в розовых колготках. Наконец Андрей психанул окончательно. Резко встал, вытащил Машу из-под дивана, сгреб подмышку и рявкнул. — Катя, мы уходим! Я робко поднялась, уронила стул, раскланилась, заикаясь. Благодаря за ужин и приглашение. И попятилась к выходу. Андрюша был бледным и сердитым. Я погладила его по плечу. Ничего. Послезавтра отпуск. От семьи отпуска не бывает. Что тут скажешь? Он прав. Утром Андрюша все еще был не в духе и порезался. А тут я с этим холодильником. Действительно, настоящая катастрофа. Мне было страшно. Завтра лететь в Тбилиси, знакомиться с моей семьей, о которой я до недавнего времени и не слышала, с бабушкой, дядями, тетями, кузенами и кузинами, племянниками и племянницами. Поверить не могу, что моя фамилия Кавсадзе. Ведь до сего дня я жила, как Катя Кутейкина. А вдруг знакомство с ними тоже окажется не таким веселым? Или я чему-то ужасно помешаю? Какой кошмар! Я вздохнула и, закончив помогать уборщице, отправилась на свое рабочее место. Едва я села на протертое кресло, ткнула на кнопку монитора, как рядом послышались шаги. С самым загадочным выражением лица ко мне приблизилась Олечка, секретарь Виктора Геннадьевича. Она положила стопку документов на край стола, а затем подалась ко мне, улыбаясь, словно узнала, что я сижу на стуле с сокровищами. Нет там сокровищ, я точно знаю, есть только пятно от йогурта. — Кать, скажи, а ты правда богатая наследница? — спросила вдруг Олечка. — Я? — Ага. С такой же восторженно секретничающей улыбкой ответила она. — Я никому не скажу, честно-честно. Я моргнула, с чего ты вообще это взяла? — Ну, — хитренько потупилась Олечка. Я в пятницу вечером случайно ткнула на кнопку коммутатора и услышала, как Виктор Геннадьевич разговаривает с твоей бабушкой, и узнала. Я правда случайно. — Что именно узнала? — облизнула я пересохшие губы. — Ну как что? То, что твоя бабушка делает тебя основной наследницей компании Санатрелло. Я в интернете из любопытства посмотрела, это же целая винная империя, заводы, виноградники, сеть магазинов, не то что наш жираф. Мне стало нехорошо. Про завод я слышала, кстати, тоже вчера утром, впервые в жизни, увидев свою бабушку по скайпу. Но вот про наследство... Хм, Олечка, а ты не ослышалась? — сглотнув, спросила я. — Да нет же, шеф так и переспросил, Катерину нашу, Кутейкину, и аж подскочил. Ну, Кать, не смущайся, я правда никому не скажу. Просияла Олечка так, что я поняла. Скажет, не удержится. — Ты привезешь мне вашего вина, грузинского, а? Или ты вообще больше в Россию не вернешься, будешь бизнес осваивать? Она смотрела на меня. Я на нее так, словно меня по голове бочонком вина ударили. А я вина вообще не пью, я пьянею быстро и веду себя неприлично. Но позвольте, что же выходит? Я не невеста с ипотекой, а невеста с приданым? Гомарджоба, генацвали.